Добрый день, уважаемые коллеги! Я врач химиотерапевт из 62-й онкологической больницы. Сегодня хочу рассказать о стандартах лечения сарком. Сарком – это гетерогенная группа опухолей мезонхимального происхождения. Приходится около 9 случаев на 100 000 человек в год. Около 20-30% случаев приходится на местно распространенное заболевание и около 30-50% на метастатическое заболевание. В основном локализация метастазов в легких. Пятилетняя выживаемость вне зависимости от стадии и подтипа саркома колеблется между 55 и 65%. Редкость этой группы опухолей и неоднородность влияют на точность диагностики. На данном снимке представлены самые часто встречающиеся саркомы. Саркома объединяет и саркомы костей, их около 8%. И с остальными гистологическими ипотепами именно исходящих опухолей из кости. Дальше около 18% – это гисты. Это тоже отдельная группа. И дальше уже идут михотканные саркомы. Липосаркома около 15%, саркома Юинга – 4%. И все остальные морфологические ипотипы, которые сегодня известны. И около 8% приходится на другие ипотипы, которые еще, может быть, наши гистологи не определили и не назвали своими именами. У липосаркомы также идет деление. Вот эти 29% михотканных сарком, они могут быть разные. Около 15% они встречаются со специфической транслокацией. Это миксоидная липосаркома. Также есть еще с имплификацией МДМ2 – это 75-80%. И от 5% до 10% с разными другими генетическими альтернациями. Другие неклассифицированные саркомы, их 15%, леомиосаркома еще приходится, тоже 15%. Дедифференцированная липосаркома, симбиальная саркома – около 8%. То есть они все довольно редко встречаются и довольно гетерогенная группа. Факторы, определяющие прогноз у данной группы пациентов – это размер опухоли. Есть исследования, которые говорят о том, что пациенты с большими опухолями имеют больший риск рецидива вследствие невозможности оказания адекватной хирургической помощи. И вследствие нахождения распада опухоли также возраст пациента влияет на прогноз. Грейт опухоли, естественно, более злокачественные опухоли имеют худший прогноз. Пол пациента – тут скорее идет речь о том, что женщины переносят хуже химиотерапию, чем мужчины. Глубина расположения опухоли также влияет на оказание хирургического пособия и возможности какого-либо локального лечения. Локализация опухоли тоже зависит. Гистологический подтип, потому что некоторые опухоли являются более злыми и более агрессивными по течению. И сочетание данных факторов, которые будут далее влиять на прогноз пациентов. Лидия Петровна, можно сейчас маленький вопрос, связанный с размерами и глубиной локализации? Да. Как сейчас все это отражается в классификации ТНМ? Да, есть действительно классификация ТНМ. Там в основном в зависимости от размеров опухоли. То есть опухоли больше 5 см, это уже Т2. Вот, Н – это у нас будут лимфоузлы и Т в соответствии. Это наличие отдаленных метастазов. Вот, НТ у нас это именно размер опухоли. Больше 5 см это у нас будет уже. Еще грейт опухоли, он тоже влияет на стадирование ТНМ. То есть грейт 3 – это уже будет практически всегда автоматически третья стадия. Тогда в качестве дискуссии, может быть, нашим слушателям будет интересно, новая классификация сарком мягких тканей внесла серьезные изменения в градации по размерам. Если мы раньше имели до 5 и больше 5, сейчас размер опухоли зависит от локализации. Если речь идет о конечностях и туловище, то это до 5, больше 5, до 10, до 15 и больше. Если речь идет о саркомах, которые поражают внутренние органы, стенки органов, то это глубина инвазии и количество зон поражения. Если речь идет о опухоли головы и шеи, то там, естественно, 5, 10, 15 см неразумно. Там идет до 4 см. Просто хочу сказать, что адаптация классификации международной сейчас уже учитывает более тонко проблему, связанную с размером опухоли. То, что вы говорите правильно, что опухоли больше 15 и 10 см, имеют худший прогноз. В нынешней рабочей классификации они все подразумевались, входили в группу больше 5. А новая классификация позволит этих пациентов вынести в совсем другую группу больше 10 и больше 15 см. Да, я полностью согласна с этим. От локализации очень многое зависит. Но просто в данном случае презентация идет именно, скорее всего, о саркомах конечностей. Естественно, если у нас идет речь о саркомах головы и шеи, тазах в меньшей степени, брюшной полости, то эта классификация будет не очень применима. Да. Я согласна, да, полностью. Гистотип и химиочувствительность. Как ранее было сказано, очень много разных диагнозов и вследствие этого много разных вариантов химиочувствительности. Крайне высокая химиочувствительность относится к рабдомиосаркове, но не плеоморфной. Либо к альвеолярной, либо к другой, которая более характерна для детского возраста. Химиочувствительность считается синавиальная саркома, миксоидная липосаркома, леомиосаркома матки. Низкая химиочувствительность это будет зопоэн, это опухоль из оболочки периферических нервов, также эпителиоидная саркома, леомиосаркома, высокодифференцированная липосаркома, недифференцированная саркома. Химиочувствительными опухолями будет альвеолярная мягкотканная саркома и ситлоклеточная саркома. От варианта химиочувствительности, естественно, будет зависеть то, что мы будем назначать пациенту и какая тактика лечения у нас будет продумана для определенного человека. Сейчас я расскажу про локальное заболевание. Когда у нас пациенту диагностировается опухоль, скорее всего, это будут мягкие ткани, предположим. Пациент идет в поликлинику по месту жительства, там у него обнаруживают опухоль. В последние годы все-таки эти пациенты долго ходят, наверное, как и раньше. И далее уже во всех рекомендациях речь идет о том, что у пациентов должна все-таки смотреть опытная команда. Это должен быть многопрофильный центр, в котором будет хорошая визуализация, там, где люди будут хорошо знать и работать с данной группой пациентов. Поэтому биопсия должна быть все-таки выполнена именно опытной командой, которая встречалась с этими заболеваниями. Например, в Европе обычно делается биопсия под КТ или под МРТ для того, чтобы взять материал именно там, где с большей вероятностью мы получим большее количество материала. Поэтому пациенту обязательно надо хорошо визуализировать опухоль у пациента по данным МРТ или КТ в зависимости от местонахождения опухоли. Далее обязательно пациенту выполнить стадирование по данным ПТ. Это обычно КТ грудной и брюшной малого таза. Либо можно ограничиться КТ грудной клетки, поскольку чаще всего все-таки метастазы бывают именно в грудную клетку, в легкие. УЗИ можно сделать в брюшной полости и обязательно снимать в то место, где есть поражение. Далее хирургическое лечение должно оказываться опытным хирургом. Мы говорим о местно распространенном заболевании. При получении Р1 уже идет вопрос о либо реорезекции, либо по результатам морфологии это будет либо лучевая терапия, либо уже решать вопрос о химиотерапии. Я прошу прощения. Мне говорили, что возможно комментировать во время презентации, поэтому бы не думать, что вас прерываю. Я хотел обратить внимание всех, в частности специалистов, которым это интересно и с которым они те люди, те же специалисты, которые редко лечат саркомы. Визуализация опухоли по данным МРТ и или КТ не совсем четко определяет роль МРТ. Тут необходимо указать визуализацию обязательно по данным МРТ. Возможно подключение КТ для более точного понимания связи с костными структурами, но лечение, диагностика, контроль эффективности должны основываться обязательно на МРТ. КТ и, естественно, ПЭД-КТ могут быть подключены в тех случаях, когда нам нужна дополнительная информация. Без МРТ невозможно диагностировать и, что очень важно, невозможно оперировать саркому мягких тканей. И все манипуляции, которые делаются, биопсия, инвазивные манипуляции, они должны выполняться после МРТ исследования. Ну и дальше, в зависимости уже от грейда опухоли, от ее расположения и размеров, мы решаем вопрос о послеоперационной терапии. Ну, либо, если у нас непонятная ситуация на старте, мы решаем вопрос о предоперационной, какой-либо-либо химиолучевом лечении, либо о химиотерапии, либо о просто лучевой терапии. Хочется отметить, что для опухоли G1 по данным статей лучевая терапия в послеоперационном периоде даже с R1 опухолью не несет большой пользы. Хирургия является основой лечения для местно распространенных сарков. Для G1 это стопроцентно, это хирургическое лечение, даже если опухоль больших размеров, да, можно опционально выбрать, например, лучевую терапию, но больше все равно отдается за хирургическое лечение. Как я уже сказала, при R1 решается вопрос о дальнейшем послеоперационном лечении. Если R0, то пациента дальше уже динамически наблюдают. Опять же, если команда решила о том, что R1 будет, но мы все равно идем на этот шаг, дальше уже мы решаем после морфологического заключения о послеоперационном лечении. В клинических рекомендациях сказано, что дивантная или нео-дивантная химиотерапия взрослых пациентов с локализованными сарковами высокого риска не является стандартной практикой, но тем не менее это вариант, который следует рассмотреть в условиях неопределенности для совместного принятия решений. Да, простите, на данном слайде вы представили стандарты европейские. Да, ну мы же к СМО готовимся. Да, и есть некие отличия между европейскими, американскими и российскими. Да, да, действительно есть. В принципе, у нас цель одна, что для европейского ассоциации более все-таки идет уход от химиотерапии в нео-диванте, и в основном у них идет именно химиолучевое лечение, и лучевая терапия практически всегда является первостепенной относительно лекарственного лечения. Но тем не менее хирургическое лечение все равно является для них самым стандартным методом лечения сарком мягких тканей местно распространенных. Но все-таки лучевая терапия у них выходит на первый план относительно лекарственного лечения. Мы стараемся сделать так, как возможно в нашем центре, то есть, ну или в разных других центрах по поводу того, что, ну, просто лучше предложить пациенту и что возможно, в принципе, сделать для данного пациента. Потому что все-таки сарком и мягких тканей, это в основном более возрастные пациенты от 60 лет, потому что на молодых пациентов приходится около, даже меньше 40%, в основном это около 65% именно более пожилых пациентов. А им все-таки и лекарственное лечение более сложно предложить, да, и любую другую терапию надо согласовывать там с кардиологами и так далее. То есть, это как бы очень сложный подход и в решении пациента, даже каждого, когда он приходит на консилиум с большой опухолью, очень сложно принять решение относительно каждого пациента, потому что ты по факту никогда не знаешь, что для него будет именно лучше. Вот, поэтому как бы может быть европейский подход с нашим подходом и получится идеальный подход к лечению такого пациента. Естественно, позитивный край после хирургического лечения, R1, R2, это плохо. Это высокий риск локального рецидива, высокий риск метастатического заболевания, и поэтому обычно все-таки пациентам с R1 при грейде 2-3 проводится лучевая терапия или при большой опухоли. Что касается неодевантной терапии, химиотерапии, какому пациенту мы бы хотели ее предложить? Что бы мы хотели получить от этой предоперационной терапии, как бы дальше это повлияло на его локальное лечение? Какие факторы риска влияют на то, что мы именно предложим пациенту? И что же выбрать? Химию, лучевую? И какому пациенту мы назначим после операционного лечения? Это очень сложные вопросы, и с каждым пациентом они решаются индивидуально. Наверное, портрет пациента, которому мы бы предложили неодевантную химиотерапию, это, естественно, большая опухоль. Я сейчас говорю больше о конечностях. Большая опухоль больше 5 сантиметров, мы все-таки используем этот стандарт, чтобы этот пациент обязательно был сохранный, без какой-либо соматической патологии, которую надо контролировать. Он должен быть молодым, и обязательно это должна быть морфология, которая будет под собой подразумевать химиочувствительность. Может быть, это будет синвиальная саркома или Грейт-3, любая другая саркома, которые быстро росли в течение нескольких месяцев. Что мы выберем между лучевой терапией, химиолучевым лечением или предоперационной неодевантной химиотерапией? Опять же, это будет решаться глубоко индивидуально. Скорее всего, если это будет более возрастной пациент, мы отдадим больше за гипертермию вместе с лучевой терапией. Молодой сохранный, это точно будет, скорее всего, химиотерапия, если у него опять же будет химиочувствительная опухоль. Адевант мы уже будем назначать после результатов морфологического исследования. Если по какой-то причине мы думали, что у пациента по данным биопсии не очень понятная гистология, какая-нибудь не очень злая, если она росла довольно долго, но в итоге мы получили Грейт-3, и пациент довольно сохранный и настроен тоже на лечение, то, скорее всего, мы ему предложим адевантную химиотерапию. Что касается неодевантной химиотерапии, было исследование, в котором изначально планировалось 435 человек, но в итоге включилось всего 287 человек. Это была третья фаза, проводилось оно с 2011 по 2016 год, включались пациенты G3, и опухоль была больше 5 см. Там было четкое разделение по гистологическим подтипам. Включались пациенты с мексоидной липосаркомой, как и ранее известно, она все-таки химиочувствительная. Леомиосаркома с средней химиочувствительностью, синвиальная саркома, которой мы все-таки рассчитываем, что она ответит на лекарственное лечение опухоли с оболочки периферических нервов, но тут, к сожалению, невысокая химиочувствительность, и недифференцированная саркома, какая-то определенная группа. Включались пациенты примерно в равные группы, примерно в равном количестве, как мы видим на снимке. И тут использовалась стандартная химиотерапия, это был доксорубицин со фосфамидом, против вот этой вот терапии, которая вроде как была назначена на конкретный гистотип. Для мексоидной липосаркомы это был тробектитин, для леомиосаркомы это был гемцитабин с дакробозином, для синавиальной саркомы это был эфосфамид, для ЗОПН это был эфосфамид с этапозидом, для недифференцированной саркомы это был гемцитабин с датоксилами. Что бы же мы в итоге получили? Мы получили то, что все равно стандартный режим был лучше, чем гистологический для гистологического подтипа. Безрецидивная выжимаемость через 46 месяцев для стандартной химиотерапии составила 62% и всего лишь 38% в группе с учетом гистотипа. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день нет никакой определенной химиотерапии для конкретного определенного гистотипа. Есть стандартный режим, который мы используем в неодеванте для всех пациентов. Это эфосфамид с доксорубицидом. Вот это исследование о том... А, так, стоп, нет, это уже другое исследование. Вот, значит, химиотерапия используется эфосфамид с доксорубицидом относительно стандартных режимов для всех пациентов в неодеванте. Это доказало исследование клиническое. Что касается адевантной химиотерапии. Адевантная химиотерапия. Не было какого-то исследования, которое очень четко набирало пациентов, но было исследование, которое потом проходило еще повторный метаанализ по всем разным подгруппам. Это было европейское и американское исследования. Были разные центры. Они набирали просто пациентов, в котором доктор считал то, что нужно адевантное лечение. Пациенты обеих групп, то есть там было стандартное лечение против наблюдения, были пациенты, которые получили лучевую терапию, если была R1-резекция и опухоль рецидивировала, и первичной и конечной точкой была общая выживаемость. Было набрано 351 человек, примерно в равные группы. Часть пациентов там не хотела проходить химиотерапию, часть пациентам просто она была не назначена по каким-либо причинам. Либо был местный рецидив, либо какая-либо другая ситуация, там находились отдаленные метастазы, или просто пациенты отказывались. Ну и в итоге примерно равное количество там с небольшой разницей было включено в эту группу. Ну и, собственно, по данным этого исследования, общая выживаемость у пациентов, которые получили все-таки химиотерапию, была чуть-чуть больше. То есть большой разницы химиотерапия по этим данным, адевантная, не добавила пациентов. Поскольку был плохой результат, решили обновить метаанализ, собственно, посчитали всех пациентов, которые все-таки получали когда-либо химиотерапию, и обнаружили то, что есть все-таки улучшение от химиотерапии в 6%. Ну там разница преимущества адевантной химиотерапии по абсолютным показателям было в 6% и через 10 лет на 10%. То есть все-таки проведение химиотерапии пациентам в послеоперационном периоде заведомо высокого риска. Там были включены пациенты только высокого риска, но оно было не очень подобрано, поэтому нет никаких определенных прям четких данных, какие именно пациенты попадали. Вроде как это были пациенты с опухолью больше 5-10 сантиметров, вроде как там был Грейт 2, Грейт 3, может быть где-то попадался Грейт 1 по какой-то причине. Но всем было проведено хирургическое лечение, части пациентов была проведена лучевая терапия, у которых был Р1. И дальше было назначено 5 курсов химиотерапии, токсорубицинса, фосфамидом. В итоге все-таки есть небольшое улучшение для этой группы пациентов. Если обратить внимание, то вы видите, что локализация опухоли очень разнообразная. И говорить о эффективности и вообще о прогнозе при локализации на конечностях и на туловище при саркомах матки и остальное, под которое я подразумеваю, были включены забрюшины, я немножко знаю это исследование. И именно локализация, наверное, является тем слабым местом, которое не позволило показать более чем 6% различия в выживаемости при использовании адювантной химиотерапии. Это исследование достаточно часто анализируется и указывается, где можно было проводить дальше подгрупповой анализ. Да, в этом и проблема сарком. Большое количество, точнее, малое количество пациентов, очень разнородная группа, разные места, и поэтому очень сложно делать какие-либо анализы или очень сложно делать какие-либо исследования, потому что они все разные. Вот даже в липосаркомах три разных вариантов чувствительности, три разных варианта подтипа. То есть мы даже не знаем, чего ожидать от одного определенного подтипа, потому что даже в нем бывают немного разные ситуации. То есть в 40 лет одно течение болезни, в 70 лет чуть другое. Поэтому как бы очень сложно сопоставлять эти данные, особенно когда такая разнородная группа. Ну и теперь я хотела рассказать о метастатических саркомах. Системное лечение за 20 лет немного изменилось, добавились все-таки препараты. Если в 2000 году мы лечили только доксорубицином, фосфальмидом, иногда это был доктиномицин, венерильбин, циклофосфан, может быть высокие дозы метатриксата, то в 2021 году добавились новые препараты. И все-таки молекулярная генетика и иммуногистохимическое исследование позволило добавить препараты для определенных подтипов. Тербектидин для L-сарком и ребулин для L-сарком. Может быть позапониб для всех остальных сарком, кроме липосарком. Имотиниб, сунитиниб для гистов. Для липосарком также может быть доксорубицин или для МДМ-2-амутаз, и сейчас исследуется новый препарат. В комбинации либо с трабектидином, либо с доксорубицином, либо против стандартного режима с доксорубицином. Также мы получили данные о том, что доксорубицин с гемцитамином будет более чувствительен для липосарком. Рабдомиосаркомы, мы поняли, что они совершенно разные. То, что плеоморфные, альвеолярные, эмбриональные – это немного разные гистологические подтипы. Появился топотекан. Мы стали применять и делить ангиосаркомы, не давать им стандартный режим. Например, мы знаем, что они более чувствительны к доксанам. Для выбухающей дерматовосаркомы мы получили имотиниб, данные довольно положительные. То есть за эти годы все равно есть какое-то с увеличением морфологических диагнозов, мы получаем все-таки иногда новые лекарства. Остается ли доксорубицин стандартом первой линии? Да, определенно, доксорубицин все равно является стандартом первой линии. Но есть исследования, которые говорят о том, что доксорубицин в монорежиме все-таки похуже будет для пациентов, чем комбинация доксорубицина с эфосфамидом. Антрациклины в первой линии были и в 2014 году, и в 2015, и в 2017. Только к ним добавлялся либо и фосфамид, либо добавлялось что-то еще. И в течение этих лет мы пытались что-то улучшить и изменить. Но все равно по результатам этих исследований доксорубицин в первой линии более эффективен, чем, например, генцитабин с дутоцитокселом. Без химиотерапии все же для сарком выживаемость меньше, чем с добавлением химиотерапии. Поэтому мы все-таки стараемся пациенту дать лечение в первой линии, может быть, с доксорубицином. Или в комбинации, если пациент с охраной, с эфосфамидом вместе. Все-таки исследование говорит о том, что добавление высокодозного эфосфамида лучше, чем монотерапия доксорубицином. Именно хочется отметить то, что эфосфамид должны быть в большие дозы. Тогда будет лучший ответ для пациентов. После антрациклинов мы чаще всего можем назначить эфосфамид, тербектидин, позапонип, эребулин. Все эти лекарства, которые, может быть, так или иначе будут эффективны для наших пациентов. Но нужно понимать то, что вторая линия, скорее всего, будет менее эффективна, чем первая. Либо есть такие редкие случаи пациентов, которые не ответили на первую линию, а, например, дают хороший ответ на гемоцитабин, сдустоксилом. Такие пациенты тоже бывают. Или тербектидин, который некоторые либо саркомы получают довольно длительное время. Есть пациенты, которые наблюдаются около полутора лет или двух лет на одном препарате. И причем дозу, может быть, они вводят не в полную, а там раз в месяц. Есть действительно такие пациенты. Также с получением каких-либо новых молекулярных подтипов пациентов у морфологии мы можем попытаться назначить какое-либо другое лечение. Все-таки, когда растет молекулярная генетика, мы получаем новые лекарства и пытаемся обновить как-то наши данные и назначить какое-либо другое клевое лечение для пациентов с саркомами мягких тканей. Хотя за последние годы в основном это цитостатики. Мы ищем, например, интер-НК. И есть группа пациентов даже с саркомами, которых мы можем найти интер-НК и назначить что-нибудь, интерактинип или что-то, что продолжит им жить. Да, это будет маленькая группа пациентов, но тем не менее, я думаю, что стоит исследовать всех пациентов на самые часто встречающиеся мутации. Даже получая в 98% какой-то негативный результат, мы все равно можем попытаться и найти АЛК, может быть, у фибросаркомы, или интер-НК и все-таки назначить пациенту таргетную терапию, попытаться. Также сейчас исследуется новый препарат, антагонист МДМ-2 для липосаркомы. Поэтому исследовать пациентов все равно это очень важно и нужно. Вот это также про МДМ-2 антагониста. Иммунотерапия, к сожалению, для сарком мягких тканей не дает каких-то больших результатов. Может быть, это какие-то определенные гистотипы сейчас идут об этом исследования. Может быть, сейчас идут исследования комбинации иммунотерапии вместе с лучевой терапией или позапониба вместе с лучевой терапией. Может быть, через какое-то время мы все-таки поймем, какому пациенту мы все-таки назначим иммунотерапию. Но на сегодняшний день никаких больших данных о том, что иммунотерапия работает для сарком. Я прошу две секунды. Если мы говорим о европейских стандартах лекарственного лечения сарком мягких тканей неоперабельных форм или метастатических, то должны обязательно указать, что рекомендовано использование PD-1, PD-L1 ингибиторов для лечения альвеолярной саркомы мягких тканей и для лечения ангиосарком. Это является уже рекомендацией европейской. Препараты доступны, я так понимаю, мне кажется, Европе. И хочется отметить, что препараты доступны и в нашей стране. При наличии микросателитной нестабильности мы можем вместе назначить при этих двух кистологических подтипах ингибиторы PD-1 или PD-L1. И два слова. Вы, наверное, расскажете о стандартных нечувствительных или нечувствительных стандартных химиотерапий подтипом сарком. Какие препараты рекомендованы согласно европейским стандартам? Ну и у нас тоже. У вас есть такой слайд? Ну вот здесь представлено то, что для ангиосаркома это сначала буклетоксел, также VGFR и какая-либо иммунотерапия. Для дерматой фибросаркомы это имотениб, для эпителиоидной саркомы сейчас есть тазометастат. Для приэнтер-НК это ларотрактиниб или энтрактиниб. И для нечувствительных сарком это либо позапониб, либо иммунотерапия, вот как представлено на этом слайде. Отдельно, прям слайд по поводу этих сарком я не выносила. Это было общее, поэтому я вот сюда... Достаточно логично распределить на две группы. Когда мы говорим о чувствительных стандартной химиотерапии сарком, вы однозначно очень четко сказали о роли доксорубетина и фосфамида, гемцитабина, докситаксела. Но когда речь идет о нечувствительных стандартной форме стандартной химиотерапии подтипу сарком, то тогда логично начинать лечение именно не агрессивной, не классической химиотерапии, а большей частью это таргетные препараты, которые при отдельных подтипу сарком, если мы говорим о АЛК-мутированной опухоли, или мы говорим о использовании припекомых саролимуса, то будет интересно, если у наших коллег эти данные четко будут фигурировать в памяти. Они являются стандартами как в Европе и так же, как у нас. И в Америке тоже. Да, да, да. Я согласна. Подводя итог, хочется сказать, что действительно очень много гетерогенных подтипов, молекулярных подтипов. Также то, что все-таки пациенты должны лечиться в хорошем многопрофильном центре, там, где с этими заболеваниями довольно часто встречаются. И этих пациентов должны вести именно так. И их должны довольно быстро стараться как-то обследовать и найти все-таки быстро довольно диагноз. И системное лечение должно быть адаптивным под конкретного пациента. Лечение при продвинутой стадии, естественно, надо пытаться расширять и делать всякими разными другими вариантами, если такое возможно. Далее я хотела рассказать про сарком и кости. Точно так же системное лечение делится на высокую химиочувствительность и плохо химиочувствительных опухолей. Высокохимиочувствительными опухолями являются остеогенная саркома высокой степени злокачественности и саркома Юинга. Средней химиочувствительностью или малой химиочувствительностью обладает дедифференцированная лексоидная хондро саркома. Низкая химиочувствительность – Это классическая хондросаркома и остеосаркома низкой степени злокачественности. За последний год есть изменения в лечении. Ну, не последние, а последние десятилетние, скорее. Сейчас стандартом для остеосаркома высокой степени злокачественности является режим MAP. Это высокие дозы метатриксада 12 грамм на метр, доксорубицин, циклоцисплатин. Лечение проходит около 8 месяцев. Это неоадивант плюс адивант, плюс операция с сохранением конечности по возможности. Для пациентов старше 40 лет это доксорубицин, циклоцисплатин, плюс и фосфамид, плюс-минус высокие дозы метатриксада. Ну, как бы это очень сложно и сомнительно, если у пациента плохой ответ. В 70-х годах пятилетняя выжимаемость для данных пациентов была менее 20%. И единственным вариантом лечения для такой группы пациентов являлась ампутация. В 80-м году около 50% была пятилетняя выживаемость. Тогда все-таки делали операцию и добавляли высокие дозы метатриксада, доксорубицин или блеомицин плюс дактиномицин. Сегодня выживаемость колеблется от 60% до 80% у локального заболевания и около 20-30% у метастатического заболевания. Остеосаркома бывает разная. Остеосаркома Грейт-1 – это всегда хирургическое лечение. Это считается малохимиочувствительной ситуацией и все-таки она лечится именно локальным методом. Так же, как и переостальная саркома и другие саркомы, которые G1. Злокачественная конвенциональная саркома, которая G3, она может быть тоже разной. Это может быть с хондробластическим участком, с остеобластическим или фибробластическим. От того, какой у нее вариант, зависит степень хорошего ответа и, следовательно, зависит ее выживаемость. Есть четкая корреляция между гистотипа саркомы и остеосаркомы и ее выживаемостью. Для хондробластической саркомы процент хорошего ответа – это около 43%. Для фибробластической – это 83%. Для остеобластической – 58%. Следовательно, фибробластическая саркома будет более химиочувствительной. И, следовательно, у нее будет более хорошая пятилетняя выживаемость или вообще будет более хороший прогноз и вероятность вылечить такого пациента. Поэтому, примерно, видя гистологию и видя, какой подтип остеосаркомы мы имеем, мы можем примерно предполагать, какой будет ответ у пациента и как именно нам лучше с ним поступить в плане его дальнейшего ведения и лечения. Следовательно, исследование ERAMOS – это было интернациональное исследование для определения того, что же делать все-таки с пациентом. Было доказано, что добавление метатриксата увеличивает вообще добавление химиотерапии и метатриксата увеличивает безрецидивную выживаемость пациента. В данном исследовании все-таки смотрели, насколько хороший прогноз или плохой прогноз зависит от ответа на неодевантную химиотерапию. Это довольно тяжелая цитостатическая химиотерапия, которая требует наблюдения в многопрофильном центре, обязательно с определением уровня метатриксата, обязательно с противорвотными. Это очень тяжелые режимы. По данным этого исследования, все-таки степень ответа там было 10 и 90%. У нас, например, в наших рекомендациях есть деление 10, то есть жизнеспособность опухоли после операционного лечения меньше 10%, это считается хорошим ответом. Есть промежуточные, которые около 50%, то есть им делается другая химиотерапия, и плохой ответ, если выживаемость клеток составила больше 90%. Им делается совсем другое лечение. Вот в данном исследовании было доказано то, что вне зависимости от того, какой режим мы дальше будем использовать, выживаемость, к сожалению, никак не изменится. У нас все-таки добавляется в послеоперационном периоде фосфамид, например, к терапии. Но здесь еще был добавлен интерферон, который не показал, к сожалению, никакого улучшения выживаемости. То есть трехлетняя выживаемость у данных пациентов была около 70% после всего проведенного лечения и 45% для плохого ответа, которая жизнеспособность составила больше 10%. Саркома Юинга. Для саркома Юинга за последнее время тоже есть некоторые изменения. Сейчас стандартом решается альтернирующий режим ВАКЕ. Лечение занимает около 7-8 месяцев. Это неодевант, адевант, плюс-минус операция или лучевая терапия. Естественно, мы всегда стараемся сохранить конечность. Саркома Юинга может быть как мягких тканей, так и костей. И в данном случае лечение не зависит от локализации опухоли. Мы все равно стараемся провести эту химиотерапию в полном объеме. Доказано то, что доза интенсивный режим 1 раз в 2 недели, именно ВАКЕ, лучше, чем ВАЙДы раз в 3 недели. Есть исследование европейское, есть исследование американское. У нас есть практика и применения ВАЙДов, и применения ВАКЕ. Какие-то годы мы действительно делали ВАЙДы. В принципе, мы тоже добивались полных ответов, мы тоже добивались хороших результатов. И эти пациенты живы по сегодняшний день, приходят и радуют нас тем, что у них все хорошо. Но все-таки этот режим очень токсичный. Если сравнивать эти два режима, то по данным исследования все-таки лучше делать именно альтернирующий режим ВАКЕ раз в 2 недели, чем ВАЙДы. ВАЙДы сделать раз в 2 недели теоретически можно, но для пациента это будет очень тяжело. Но в данном исследовании сравнивалось именно ВАЙДы раз в 3 недели. Там есть разница в 10% примерно в АКЕ, альтернирующего, против обычных ВАЙД. Сегодня 60-80% составляет 5-летняя выживаемость для данных пациентов и 20-30% у метастатического заболевания. Вот представлены исследования Евро-Юинг. Здесь есть четкая корреляция между размером опухоли и прогнозом пациента. Естественно, здесь чем больше опухоль, чем больше она здесь измеряется в кубах. То есть опухоль была неблагоприятный прогноз для тех пациентов, у которых опухоль была больше 200 кубов. То есть если маленькая опухоль, то пациента с большей вероятностью мы сможем вылечить. Также изначально в Евро-Юинге исследовали режимы ВАЙДы с последующими ВАКами против системной химиотерапии, высокодозной химиотерапии. Там была определенная группа пациентов, которые после неодеванта, не добившись хорошего ответа или добившись даже, все равно делали высокодозную химиотерапию. Но это очень сложно для выполнения. И по данным этого исследования все-таки какого-то улучшения значимого для данных пациентов нет. Особенно учитывая то, что это высокотоксичное заболевание. Также здесь лучевая терапия была примерно равна операции. То есть контроль над локальным заболеванием может быть как хирургическим, так и лучевой терапией. Они считаются равноэффективными. Но тут мы уже идем, исходя из ситуации. Если пациента можно прооперировать, естественно, мы предпочтем этот вариант лучевой терапии. Было добавлено, это речь идет о дозинтенсивном режиме. И здесь говорится о том, что пациенты, которые прошли компресс-режим, их выживаемость была примерно на 10% больше, чем стандартный режим. Токсичность в этом исследовании была аналогична у компресс-режима и у обычного режима. На сегодняшний день появились новые варианты мутаций. Мы выявили новых пациентов. Но, к сожалению, это не влияет сейчас никак на то лечение, которое мы можем предложить. Мы только видим какой-то портрет пациента. То, что, например, сейчас нашли кор-мутацию, это здорово. Это в основном мужчины. В основном у них поражение идет кости. Это по морфологии Юинга подобное заболевание. То есть мелкоклеточная саркома. Она очень похожа на саркома Юинга иммунокистохимически. Но при определении ПЦР мы видим кор-мутацию. Эти пациенты обычно имеют более лучший прогноз. Их не очень много. Было всего 36 случаев. Но, тем не менее, такие пациенты тоже бывают. Зачем нам сегодня такая информация? Ну, может быть, в будущем мы сможем найти какое-то лекарство против этих пациентов. Может быть, видя это, мы сможем понимать, на какой прогноз мы можем рассчитывать у данных пациентов. Вот эти пациенты, например, считаются более благоприятным прогнозом и с менее агрессивным течением. В отличие от пациентов, например, с СИС-мутацией, с реарранжировкой. То есть для этих пациентов, наоборот, характерно более злое течение, более быстрое прогрессирование. И они могут встречаться, собственно, в разных местах. Их было больше случаев, примерно 115. Вот. Это просто, как бы, наука, скорее. Ну, и вот здесь общая выживаемость у пациентов, которые с ПКОР-мутацией или с СИС-мутацией. Видно то, что ПКОР-мутация, она лучше, чем СИС-мутация. А мы можем интенсифицировать лечение на основании мутационного анализа и определения прогнозов скинем благоприятного? Скорее нет. Скорее нет. Ну, смотрите, мы все равно их будем стараться полечить в дозоинтенсивном режиме, в АКИЕ. И от этого мы маловероятно, мы просто сможем, там, не знаю, не давать послабления пациенту, мы тоже не можем. Если он, например, плохо себя чувствует, мы же не можем ему сделать все. То есть мы должны делать эти анализы по возможности, чтобы понять, с какой какого-то пациентом мы сейчас работаем. Мне кажется, что мы должны... Идменить лечение, к сожалению, не сможем. Мы должны. Мы должны на будущее для того, чтобы расширять свои горизонты. Но у нас вот это исследование не выполняется. Оно выполняется сейчас только за рубежом, у нас такого нет. То есть я уточяла у наших, ну, вот у нашей молекулярной генетики, к сожалению, сейчас возможности определять вот это у нас нет. Может быть, в будущем мы расширим свои горизонты, может быть, там... Но они не являются стандартами для... Они не являются стандартами. И в Европе, и не в Америке. Они не являются... Не являются... Смотрите, это только показывает прогноз. На сегодняшний день, может быть, если будут какие-то потом в будущем на них лекарства, Может быть, тогда мы сможем что-то определять. И, может быть, это как-то повлияет на наше решение. Да. Все, я, собственно, рассказала то, что хотела. Вот, большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Лидия Петровна, если есть у наших слушателей вопросы, то я думаю, что докладчик с удовольствием ответит. Да, конечно. Пока нет. Я двумя маленькими фразами характеризую сегодняшнее состояние лечения сарком мягких тканей и костей. Начну с последних. К сожалению, за несколько десятилетий ничего нового в лечении сарком костей, первичных сарком костей не произошло. Наши поиски, они останавливаются каждый раз на одном и том же месте. Я имею в виду лекарственные терапии, ни интерферон, ни применение остеомодифицирующих активов. И ничего из этого не принесло какого-либо реального улучшения в результатах лечения. Это не касается, конечно, локального лечения, хирургического лечения. Хирургическое пособие развивается уверенными, не быстрыми, но уверенными шагами все время. И очень меняются конструкции, меняется система самооперирования, повышается качество жизни пациентов за счет использования новых современных индивидуальных имплантов. И два слова о метатриксате. Мы говорим о метатриксате для пациентов детского возраста и для пациентов молодого. К сожалению, использование метатриксата у пациентов старше 27-30 лет, а старше 40 лет очень большая проблема в связи с неконтролируемой таксичностью. Но эти попытки сейчас у нас оформлены в виде протокола клинической апробации. И нам кажется, что интересно, сможем ли мы подключить высокую дозу метатриксата в определенных подгруппах пациентов. Это исследование закончится через 3 года и что-то, наверное, может чуть-чуть изменить в нашей стране. Что касается сарком мягких тканей, то, как вы видите, там новости есть. И там есть попытки найти пациента для конкретного препарата, потому что поломок таргетов, точек для использования, для применения уже известных лекарств, уже известных препаратов, эти точки при саркомах находятся, их очень много. Но клинические исследования не показывают, к сожалению, эффективность препарата. Если при эпителиальном, при раке наличие точки применения уже говорит о том, что необходимо использовать таргетный препарат и получить эффект, то при саркомах, к сожалению, это не так. Но тем более мы, слава богу, мы имеем некие продвижения, и в европейских стандартах они четко оформлены, использование ряда препаратов при определенных подтипах сарком, нечувствительных стандартах химиотерапии. И у нас, в наших рекомендациях так будет. Знание и понимание биологии, знание транслокационных сарком, знание, какие мутации необходимо определить при определенном подтипе саркомы, поможет нам больше и шире использовать современные возможности лекарственной терапии. Ну, наверное, все. Я так вижу, вопросов пока нет. Тогда перейдем, да, к второй части, наверное. Есть один вопрос в чате. Есть ли какие-то различия в лечении прогнозу дерматомиосаркома и леомиосаркома? Меня слышно? Так, да, слышно. Дерматомиосаркома и леомиосаркома. К сожалению, дерматомиосаркома, у меня непонятный кистологический подтип. Да, наверное, фибросаркома. Может быть, дерматомиосаркома или леомиосаркома с поражением кожи, или ангиолеомиоматоз. Есть, различия есть. Если вы более точно определите подтип кистологический. Если дерматомиосаркома, есть различия. Если леомиосаркома с поражением кожи, есть различия. Если ангиолеомиоматоз, если поражение стенок сосудов, то тоже есть большие различия. Спасибо. Ну, хочется тоже мне подтвердить такой постулат, что, конечно, это очень редкие опухоли, и принятие решений по лечению, по тому, как составить план лечения пациенту, конечно, должно проводиться на онкологическом консилиуме, в котором специалисты участвуют. Потому что очень много ошибок, которые потом сложно исправить, когда уже пациент попадает в такое специализированное учреждение. Я думаю, вы со мной согласитесь. Однозначно. Ошибка маленькая, допущенная в самом начале диагностики или в самом начале лечения, может обернуться большущими проблемами и в подборе терапии, и в прогнозе. И может, на самом деле, грубо некрасиво, чтобы убить пациента. Поэтому мы настоятельно просим, любая саркома или любое подозрение на саркому пациентов необходимо направить в специализированные отделения и центры. Использовать, широко использовать телемедицинские консультации. Легче лечить и отвечать за свои ошибки, чем лечить последствия чужих ошибок. Это очень и очень сложно. Спасибо большое, Лидия. Спасибо большое, Артур Юрьевич. Я думаю, мы перейдем уже к второй части нашего вебинара. Тем более, что нам тоже досталась тема, которая, наверное, затрагивает и саркому в каком-то виде, потому что это гастроинтестинальные стромальные опухоли и нейроэндокринные опухоли. Это, конечно, разные опухоли, но вот их очень часто почему-то объединяют. Иногда к нам и саркома попадает, и мы проводим диагноз. И эти опухоли редкие, но встречаются они все чаще, потому что мы, наверное, уже научились их как-то выявлять лучше, идентифицировать. Мы распространяем эти знания об этих опухолях, и поэтому все чаще и чаще мы уже встречаемся с нейроэндокринными опухолями, и проводим диагнозы, и с другими редкими опухолями. Я хочу вам представить Екатерину Евдокимову. Это врач-онколог, химиотерапевт, который работает в отделении химиотерапии МИД с онкологией имени Блохина, которая имеет уже довольно хороший опыт по лечению нейроэндокринных опухолей, потому что она еще является эспиранткой. У нее есть научная работа кандидатская по нейроэндокринным опухолям, которая как раз рассматривает различные клинико-морфологические формы нейроэндокринных опухолей и тактику ведения этих пациентов. Так что, Екатерина, прошу. Спасибо, Алла Анатольевна. И, наверное, в течение презентации мы также с Екатериной будем вести беседу. Я вам скажу, что я, Катя, узнаю хорошо и работаю с ней вместе, но для меня этот экзамен был, ну, тут есть некая такая подоплека, что я не знала о том, что она сдает этот экзамен и не знала, что она там будет презентировать, поэтому, ну, вот, есть такая, ну, интересно, что Катя сейчас покажет, и я думаю, мы с ней обсудим вот ее слайды, потому что она готовила это все самостоятельно, вот, готовилась к этому экзамену, и мне тоже будет интересно посмотреть, что она нам представляет. Кать, слушаем вас. Алла Анатольевна, слайды? Нет, мне нет, но слайды. Ну, все, отлично. В общем-то, нам предстоит нелегкая задача разобраться, хотя бы определить направление лечения редких опухолей, таких как гастро-нацистинальные стромальные опухоли, неэрендокринные неоплазии, адренокортикальный рак и феохромцитомы, и немножко параганглиомы. Начнем с ГИСО или ДЖИСТ. Это наиболее частые неэпитолиальные опухоли желудочно-кишечного тракта. В общем-то, они относятся к группе сарком, но это не совсем саркомы, и лечатся они по-другому, и текут по-другому. Они составляют 0,2% от всех опухолей желудочно-кишечного тракта, но все-таки 80% от всех сарком неэпитолиальных опухолей желудочно-кишечного тракта. Поскольку в ЭСМО все-таки попадаются в экзамене вопросы по окраске тех или иных опухолей, хочу обратить Ваше внимание на то, что дифференцировать ГИСО от других опухолей, типа лиомиом, лиомиосарком, швоном, фиброзных опухолей, можно с помощью данной панели ЭГХ. Я бы обратила свое внимание в основном на CD117. Далее, переходя к генетике ГИСО, 90% опухолей имеют мутации в генах КИД, и PDGFR-Альфа, но все-таки чаще это мутации гена КИД. В случае выявления мутации гена КИД в 11-м экзоне, можно считать, что это опухоль чувствительна к амотинибу. В случае выявления мутации в 9-м экзоне, к сожалению, эта опухоль будет с низкой чувствительностью к амотинибу. Эти подробности мы обсудим чуть позже. В случае выявления мутации гена PDGFR-Альфа в 12-м экзоне, опухоль может быть чувствительна к амотинибу, но в случае выявления мутации D842V, это мутация резистентности, соответственно, опухоль будет резистентной к амотинибу. Также в 10% случаев встречаются опухоли с дефицитом сукцинат-дегидрогеназы. Чаще всего это множественные опухоли в рамках триады Корнея или синдрома Корнея-Стартакиса. Также в опухоли ГИСО мы можем определять другие генетические особенности, более редко встречающие, такие как мутации гена БИРАФ, РАС, нервы и броматоза-1 и НТРК-фьюжены. Большими мазками опции лечения ГИСО. Соответственно, существуют локальные формы, ранние и местные, местно распространенные. Они лечатся хирургически, хирургия – это стандарт лечения. Часть пациентов можно предложить неводевантную терапию и часть пациентов одевантную терапию. Метастатические ГИСО, соответственно, лечатся ингибиторами терозинкиназ. Есть два пути для пациентов с местными и ранними формами ГИСО. Если возможно выполнить операцию с негативными краями резекции Р0, то, конечно, нужно начинать с операции на первом этапе. В случае, если хирург сомневается в том, что он сможет выполнить Р0 резекцию, тогда мы можем такому пациенту предложить неодевантную терапию имотенивом на год или полгода. Если все-таки мы выполнили операцию, мы после этого оцениваем риск прогрессирования. Соответственно, низкий, средний или высокий риск. Ну, что же такое все-таки, как оценивать риски, как стратифицировать факторы риска? Для этого существует такая табличка по стратификации факторов риска назначения одевантного имотениба. Сюда входит число метозов, мы обращаем на это внимание, на размер первичной опухоли и на локализацию первичной опухоли. Кому же все-таки нужен имотениб в одевантном режиме? Две группы. Группа с низким количеством метозов до 5. В данной группе мы выделяем ГИСО кишечника с большим размером опухоли более 10 сантиметров. Если это опухоль с высоким количеством метозов от 5 и выше, тогда мы даем одевантный имотениб всем пациентам с ГИСО кишечника и также пациентам с ГИСО желудка большого размера от 5 сантиметров и более. Если это пациент, которому была начата неодевантная терапия имотенибом, пациент опухоль достигла резктабельности, тогда, естественно, мы попытаемся выполнить хирургическое лечение. Если резекция была неполная с микроскопически оставшейся опухолью R1, то, естественно, R1 это фактор высокого риска. После операции мы опять-таки оцениваем факторы риска, и пациентам из группы высокого риска, как мы обсудили ранее, либо пациентам с R1 мы назначаем имотениб в адевантном режиме на 3 года. Что же делать с пациентами, которые недостигли резектабельности? с пациентами тут мы уже переходим к лечению местно распространенных и метастатических кислот. Можно я сейчас вопрос задам? Сейчас я... Да. Так, меня слышно? Меня слышно? Да. Значит, пока мы говорим об адюванте, смотри, если у нас есть уже определенная мутация, которая показывает резистентность к ингибиторам тиранзинкиназ, да, и вот когда мы принимаем решение сначала, да, в операции, есть ли опухоль пограничная резектабельная и у нас есть мутация, мы знаем, то как мы поступаем в этом случае? Если это пациент с пограничной резектабельной опухолью и уже с выявленной мутацией, которая говорит нам о резистентности к ингибиторам тиранзинкиназ, то, конечно, мы постараемся провести хирургическое лечение даже в объеме резекции радио. Вопрос такой, учитываются ли мутации при назначении адевантной терапии? То, что вы показали, да, там про мутации речи не было в стандартном искательном. Да. Вот, как вот поступать, если мы знаем, что у пациента мутация есть с резистентностью и что мы тогда ему можем, ну, скажем, выполнена резекция Р0, да, и назначаем ли мы ему адевантную терапию? Знаешь, резистент. В общем-то, кроме эмотиниба в адевантном режиме для ГИСО ничего не зарегистрировано, поэтому, собственно, наверное, не учитываются мутации при вот первичной статификации рисков. Такие пациенты, я думаю, что подлежат наблюдению. Давайте продолжим. Итак, в 20% случаев при ГИСО это исходная метастатическая болезнь и также 30 пациентов, которые были ранее пролечены по поводу местных распространенных или ранних ГИСО, у 30% разовьются отдаленные метастазы. В основном это метастазы в печень или по брюшине. Начнем разбор с опухолей с мутациями, которые ассоциированы с чувствительностью к мотинибу. В общем-то, здесь все понятно. Если это мутации гена КИД, кроме 9-го экзона, мы назначаем мотиниб в первой линии по 400 мг. Если это мутации гена КИД в 9-м экзоне, которая характеризуется более низкой чувствительностью к мотинибу, то мы начинаем с мотиниба в двойной дозе по 800 мг. В случае ответа на терапию мы продолжаем мотиниб медиана выживаемости без прогрессирования на первой линии мотиниб поставляет около 2-х лет. В случае отсутствия ответа или прогрессирования в рамках стабилизации маленького прогрессирования мы можем попытаться увеличивать дозу мотиниба до 800 мг. В случае, если прогрессирование болезни регистрируется, тогда мы переходим к следующей линии. вторая линия терапии после имотиниба это сунетиниб с медианой выживаемостью без прогрессирования около 6-ти месяцев. Третья линия это реграфиниб с медианой выживаемостью без прогрессирования около 5-ти месяцев. И репертениб назначается в 4-ю линию. Недавнее исследование Invictus по назначению репертениба предлеченным пациентам в среднем в 4-ю линию были достигнуты очень хорошие результаты. Выживаемость без прогрессирования в группе репертениба составила 6 месяцев против 1 месяца в группе плацебо. И медиана общая выживаемость составила 15 месяцев в группе репертениба против всего 7 месяцев в группе плацебо. Также пациенты из группы репертениба 66% пациентов 29 человек сменили терапию на репертениб что могло повлиять на результаты общей выживаемости. Переходя к группе ГИСО нечувствительных к эмотенибу в случае выявления мутации гена PDGFR альфа D842V это мутация резистентности мы начинаем с авопротениба. Медиана выживаемости без прогрессирования не была достигнута по данным исследований навигатор. В случае выявления TRK фьюжнов естественно мы назначаем первую линию ларотроктинибом или энтроктинибом. В случае выявления дефицита сукцинат дегидрогеназы это опухоли также малочувствительные к эмотенибу мы начинаем с тента с унитениба или с реграфениба. В случае выявления бераф мутации мы начинаем лечение с терапией бераф ингибиторами либо комбинацией бераф и мег ингибиторов. Если это дикий тип опухоли в первую линию опять-таки назначается сунетениб и далее также как при лечении статической болезни чувствительной сунетениб реграфениб и репертениб но уже в третью линию. Краткие выводы. Резекция R0 это стандарт для ранних и местно распространенных форм ГИСО. При невозможности проведения R0 резекции возможно назначение имотиниба в неоадиванте. Адивантный имотиниб на 3 года назначается при высоком риске прогрессирования кроме пациентов с выявленными мутациями резистентности. Стандартно в первой линии имотиниб назначается по 400 мг. Опять-таки при мутации гена КИТ в 9-м экзоне по 800 мг. При прогрессировании при неудовлетворительном ответе возможна эскалация до 800 мг. Для пациентов с ГИСО с мутацией PDHGFR альфа в экзоне 18 назначается авопритениб. Кать, еще хочу спросить, что касается хирургического лечения. У нас бывают олигометастазы. Какая тактика при олигометастазах при джистах. В общем-то мне кажется тактика здесь такова же как и при нейроэндокринных неоплазиях. Если можно соперировать олигометастатическую болезнь, надо это сделать. Продолжаем ли мы назначение после операции, если мы удалили олигометастазы, продолжаем ли мы лекарственную терапию? Это хороший вопрос. Продолжаем лекарственную терапию до прогрессирования. До прогрессирования или непереносимой токсичности. Переходим к нейроэндокринной Переходим. В общем-то нейроэндокринные неоплазии это общее название для нейроэндокринных опухолей и нейроэндокринных карцином. Возникать они могут везде, но чаще всего в 70% это желудочно-кишечный тракт и в 20% случаев это легкие. Обладают разным клиническим течением от индолентного для нейроэндокринных опухолей до агрессивного, который характерен для нейроэндокринных карцином. До 25% нейроэндокринных неоплазий являются функционирующими секретирующими опухолями, такими как гастриномы, випомы, ксоматостатиномы и так далее. Также хотел бы обратить ваше внимание на график в левом нижнем углу. Мы можем судить о том, что заболеваемость нейроэндокринными опухолями с годами растет, но, как уже сказала Анатольевна, это может быть связано как и с влиянием внешних факторов, так и с тем, что мы просто научились лучше их выявлять. Морфология и генетика нейроэндокринных неоплазий. Классические панели ГХ для определения нейроэндокринных неоплазий это окраска хромогранином А, синоптофизином и CD56 маркером. Далее встает непростая задача для патоморфолога дифференцировать высоко дифференцированные нейроэндокринные опухоли G1, G2 и G3 от низкодифференцированных нейроэндокринных карцином. Здесь на помощь нам приходят молекулярные особенности этих опухолей ген МН1, ДАКС, АТРХ, белки РБ1, П53 и определение рецепторов самоцетатина, которые в случае высоко дифференцированных опухолей встречаются до 90% случаев, в случае нейроэндокринных карцином гораздо реже до 20% в случаях. Также в общем-то справедливым было бы для нейроэндокринных карцином определение более редко встречающихся молекулярных мутаций, таких как мутации гена РАС, БИРАФ, определение экспрессии белка ХЕР2, НТРК и так далее. Биохимическими маркерами, которые мы можем определить в крови или в моче являются НСЕ, нейронспецифичная энолаза, серотонин, 5-гидроксоиндол, уксусная кислота, хромгранин А. И также для секретирующих опухолей в зависимости от опухоли это гастрин, самоцетатин и так далее. Генетические синдромы, в рамках которых чаще всего обнаруживаются нейроэндокринные неоплазии, это синдром МН1-2 и синдром Фон Хиппель-Лендао, это синдром множественных опухолей. Этот слайд, наверное, можно просто заспринять. Катя, я сейчас вас перебью. Вот вы сказали про Грейт 1, Грейт 2, Грейт 3, да, сказали про... Давайте вернемся к этому слайду. У меня будет более подробный слайд по классификации. Факторы, влияющие на уровень маркеров. Важно просто помнить о том, что есть определенная еда, лекарства и состояния, которые влияют на хромогранин и серотонин. Чаще всего в клинической практике это бананы, шоколад и кофе. Собственно, новая классификация нейроэндокринных опухолей ВОЗ 2019 года. В данной классификации нейроэндокринные неоплазии это общее название для всех нейроэндокринных опухолей и кацином. Они представлены двумя большими группами. Это высоко дифференцированные нейроэндокринные опухоли Грейт 1, Грейт 2 и Грейт 3 и низкодифференцированными нейроэндокринными карциномами мелкоклеточного или крупноклеточного типа. Нейроэндокринные опухоли Г1 характеризуются низким КИ-67 низким количеством метозов то есть КИ-67 до 3%. Неогрейт 2 характеризуются умеренным значением КИ-67 от 3 до 20%. И Неогрейт 3 и нейроэндокринные карциномы характеризуются высоким методическим индексом от 20 метозов и КИ-67 тоже больше 20. Однако очень важна дифференцировка Неогрейт 3 и нейроэндокринных карцином. Собственно на помощь морфологу приходят молекулярные особенности. Для Неогрейт 1, G2 и G3 это потеря экспрессии генов ДАКС от ИРИКС, а для нейроэндокринных карцином это потеря экспрессии белка РБ и аномальной экспрессии белка П53. Также важно помнить о том, что встречаются смешанные нейроэндокринные и нейроэндокринные неоплазии. Они обозначаются как Минэнгрия. Для большего понимания здесь представлен постер фильма «Хороший, плохой, злой». Можно сказать, что нейроэндокринные опухоли G1 и G2 это хорошие опухоли, NeoG3 это такие опухоли плохие с умеренным прогнозом и нейроэндокринные карциномы это злые опухоли с агрессивным течением и, к сожалению, плохим прогнозом. Я хочу два слова прокомментирую эту классификацию, чтобы было понятно тем, кто слушает. То есть разделение Грейт 1, Грейт 2, Грейт 3 идет по методическому индексу и индексу пролиферации КИ67, которые тоже определяются при иммуногистохимическом исследовании. Почему важно Екатерина просто на этом не заострила внимание при первичной диагностике нейроэндокринных опухолей нам нужна полноценная биопсия и гистологическое исследование, потому что вы видите классификацию, она для нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, это ГЭПНЕО, но, в общем-то, она, так сказать, интерпретируется и на другие опухоли, потому что опухоли могут находиться в различных органах, и мы вот именно ориентируемся на Грейт, поэтому одной цитологии недостаточно, то есть мы возьмем цитологии у нас будет нейроэндокринная опухоль, ну и что, как мы ее будем лечить, то есть нам нужно обязательно провести полноценное иммуногистохимическое исследование, его полноценность определяется чем, конечно, мы можем определить мутации, да, и можем определить наличие рецепторов самотостатина, но это все-таки уже дополнительное, у нас иногда на это может не хватить материала, самое главное, ну при биопсии, да, самое главное нам определить индекс пролиферации КИ-67 и количество метозов, и мы тогда относим опухоль в ту или иную группу, и от этого зависит дальнейшая тактика, не только лекарственного лечения, но и хирургического лечения, я думаю, далее Катерина расскажет, хочу еще сказать, может быть, Катя еще скажет об этом, что сейчас уже новая классификация, да, 2022 года, вот, которая более четко разделит Грейт-3 и нейроэндокринные карциномы, потому что это, в общем-то, разный опухоль и основные вот ошибки, когда пациенты действительно начинают неправильно лечить. Одно дело, когда высокодифференцированную опухоль лечат, как крупноклеточный и мелкоклеточный рак, да, ну, тут, конечно, токсичность и все остальное, но, в общем-то, это не смертельно, скажем так, а когда мы сталкиваемся с ошибками, когда мелкоклеточные карциномы и крупноклеточные лечат, как высокодифференцированные нео, это может привести к очень печальным последствиям для пациента, стоить ему даже жизни, вот, и поэтому очень важно понимать вот современную классификацию и разделение этих опухолей. что касается смешанных нейроэндокринных ненейроэндокринных неоплазий, я тоже хочу на этом внимание заострить аудиторию, потому что их все чаще они у нас сейчас появляются, те же смешанные опухоли, например, ГИСО и нейроэндокринные опухоли живутка часто у нас есть, также есть, пациент, например, оперируется по поводу адынокарциномы и случайно находка высокодифференцированной необрожейки, кишки. И здесь это в опухоли есть смешанные, а есть первично множественные. И вот в смешанной опухоли, которая состоит из нейроэндокринного компонента и еще какого-то другого злокачественного компонента, например, адынокарциномы, здесь важно понимать, какой полуопухоли является ведущим в прогнозе заболевания. И мы обязательно ориентируемся на более злокачественный компонент, то есть смешанные нейроэндокринные и нейроэндокринные опухоли. Здесь мы должны тоже полноценную иммуногистохимию провести, чтобы понять, какой компонент у нас более злокачественный и от этого тактика. Мы можем получить, например, адынокарциному с компонентом высокодифференцированной нейроэндокринной опухоли. Конечно, мы здесь будем ориентироваться на нейроэндокринную И хочу сказать, что смешанные опухоли более худшим прогнозом обладают, чем другие. Потому что, наверное, там все-таки более они гетерогенные и большое количество мутаций есть. Катя, продолжайте. Спасибо. Хотелось бы тоже обратить внимание на классификацию нейроэндокринных неоплазий легких. Какие карциноиды? Отдельную группу ее называли супракарциноидом и так далее. Но пока для легких отдельная группа Neog3 не выделяется. Хотя, мне кажется, очевидно, что она есть. И также существуют мелкоклеточные карциномы легкого и крупноклеточные карциномы легкого. Мелкоклеточный рак легкого встречается чаще, чем крупноклеточный. И тоже хочу обратить внимание на то, что мелкоклеточная карцинома может трансформироваться из аденокарциномы легкого после лечения ингибиторами теразинкиназы. Редко, но такое встречается. Почему же важно дифференцировать Neog3 от низкодифференцированных карцином? По данным европейского ретроспективного исследования, исключением 204 пациентов с КИИ-67 выше 20% или низкодифференцировкой, удалось выделить две группы пациентов, которые жили совершенно по-разному. Для группы Neog3 медиана общей выживаемости составила практически 99 месяцев. Для нейронодокринных карцином, к сожалению, всего 17 месяцев. Также по данным исследования Nordic NEC, куда включались пациенты с промежуточными значениями между Neog3 и нейронодокринными карциномами, пациенты получали платиновые дуплеты, то есть топозит с цис-платином или топозит с карбоплатином. Было выявлено, что более высокая частота ответов наблюдалась в группе с нейронодокринными неоплазиями с КИИ-67 выше 55%, но более высокая общая выживаемость в группе с КИИ-67 меньше 55%. Карциноидный синдром и карциноидное сердце. Карциноидный синдром – это наиболее частый гормональный синдром у пациентов с нейронодокринными опухолями. В зависимости от локализации он встречается у до 32% пациентов. В общем-то, я бы сказала, что карциноидный синдром затрудняет диагностику нейронодокринной опухоли, потому что проявляется он диареей, приливами, высоким потоотделением, бронхоконстрикцией. В общем-то, такие симптомы не совсем специфические. И пациентам на первом этапе могут ставить астму, как можно посчитать это за проявление менопаузы. На картинке представлена пациентка типичная с карциноидным синдромом. В общем-то, часто врачи думают, что это пациент с алкоголизмом или с аллергией или просто с тревожностью. В общем-то, это затрудняет постановку диагноза, и пациент может попасть к онкологу уже через 5 или 7 лет. Поэтому важным является определение карциноидного сердца. Для этого мы назначаем пациенту маркеры NEO, 5-ГИУК, натрий-проби-НП для определения функции сердца и эхокардиограмму. И дальше уже онколог работает совместно с кардиологом в случае выявления карциноидного сердца. На первой картинке представлены склерозированные клапаны при карциноидном сердце против нормальных клапанов. И также обращаю ваше внимание на то, что медиана общей выживаемости у пациентов с карциноидным синдромом все-таки ниже, чем у пациентов без карциноидного синдрома. Как мы лечим карциноидный синдром? Можно я прокомментирую прошлый слайд? И давай предыдущий еще. Все-таки мы подытожим. Я не знаю, есть ли у тебя там... Да, значит, чтобы было понятно, для чего разделение ГРЭЙ-3 и низкодифференцированных карцином. Уже даже в исследованиях, то есть это клиническая практика к этому пришла, исследования показали, что если у вас высокодифференцированные NEO-ГРЭЙ-3, вы выделили в отдельную группу и оставили название опухоли, а не карциномы. Это говорит о том, что это высокодифференцированное образование. Все опухоли нейроэндокринные называются неоплазии. Нейроэндокринные опухоли – это высокодифференцированные образования, а нейроэндокринные карциномы – это раки. И вот было показано, КИС-67 пока еще, вот эта граница между раком и нейроэндокринной опухоли ГРЭЙ-3, она пока еще четко не определена. Но где-то она составляет, вот Катерина показала, по данным исследованиям 55%, по некоторым данным 45%. Вот эта граница, она определяется чем клинически? Чувствительностью к препаратам платины. То есть это нужно четко понимать. Если у нас препараты платины какие? Цисплатин и карбоплатин, да? То есть это классическая схема ЕПИ. Вот эти платиновые дуплеты применяются при карциномах. А если мы имеем высокодифференцированные опухоли, здесь нам нужно решать, какую химиотерапию применять, там бесплатиновые комбинации или есть там комбинации с включением оксалеплатина. То есть вот тут разделение, вот четко нужно понимать. Следующий слайд. Что касается карциноидного синдрома, да? Нужно обязательно отметить, Катя сказала про маркеры крови, да? Ну, так вскользь, скажем так, что карциноидный синдром – это синдром, который в основном вызывается гиперпродукцией серотонина в крови, да? И поэтому длительный высокий уровень серотонина, в свою очередь, вызывает фиброэластоз эндокарда. То есть если у пациента есть неверифицированный опухоль, пациенты могут страдать 5 лет и более, иногда синдромом, в общем-то, связывать это с другими состояниями, то высокий уровень серотонина вызывает два состояния. Это фиброэластоз эндокарда и развитие карциноидного сердца, которое, оно не возникает спонтанно, это именно возникает вследствие плохо пролеченного карциноидного синдрома. Либо абдоминальный фиброз, когда пациент попадает на операционный столб, да, со спаечной болезнью, с непроходимостью, и на операцию у него уже тогда находит, наверное, эндокринопухоль, например, желудочно-кишечного тракта. Все это связано, есть около 40 маркеров, которые могут вызывать синдромы, но в основном это серотонин, который, если мы для диагноза видим такого пациента, мы должны исследовать серотонин в крови, либо его продукт метаболизма – это 5-кидроксиндолуксусная кислота мочи, да, что касается карциноидного синдрома. Что касается карциноидного сердца, правильно, Катя сказала, это НТ-проби-МП, натриолитический пропептид, который используется в кардиологии при ишемической болезни сердца, при карциноидной болезни сердца. Это тоже уже маркер, который могут показать ее наличие. Ну и также сейчас Катя расскажет, как пациенты эти ведутся. Ну, в общем-то, все, что я хотела сейчас уточнить, послушаем дальше. Спасибо. Лечение пациентов с карциноидным синдромом. Для начала нам необходимо определение рецепторного статуса. Если это опухоль с негативной экспрессией рецепторов самостатина, то лечение мы можем начать с интерферонов, интерферона альфа. Если это опухоль с экспрессией рецепторов самостатина, тогда лечение начинается с аналогов самостатина – это ланреатит или октреатит. Также не стоит забывать о том, что дебалкинг или циторедукция или локальные методы лечения также могут использоваться для контроля карциноидного синдрома. В случае рефрактерного карциноидного синдрома, плохо контролируемого, возможно повышение дозы аналогового самостатина, либо назначение комбинации аналогового самостатина с интерферонами, либо с телотрестатом. Дальше я поподробнее расскажу про эти препараты. Следующая ступень это прогрессирование, либо опять-таки неконтролируемый карциноидный синдром. Тут уже возможно назначение пептидной радионуклидной терапии после аналогового самостатина, либо подключение опять-таки локальных методов лечения, хемоэмболизации или дебалкинга. В случае, в следующий этап неконтролируемого карциноидного синдрома, возможно назначение препаратов off-label, это пасериатит или иверолимус, который также может использоваться для контроля карциноидного синдрома. Тут говорится в рекомендациях ЭСМО о трансплантации печени, но все-таки это очень большая редкость. Алла Анатольевна может меня поправить. Да, Катя, что касается трансплантации, раньше ее рассматривали, еще буквально 5 лет назад, но сейчас это абсолютно в редких случаях, потому что она, конечно, не показала, во-первых, симптоматического своего эффекта, симптоматическим эффектом трансплантацию печени выполнять. Это, в общем-то, да, экстремально. Существует сейчас много других методов лечения карциноидного синдрома, которые показывают очень хорошие результаты. Вот, комментируя этот слайд, я всегда прошу вас уточнять, и вот и прошлый слайд, что карциноидный синдром, ну, в большинстве процентов случаев развивается, когда у нас есть метастазы в печени, да, и когда уже серотонин попадает в системный кровоток постоянно. Поэтому, конечно, на состояние печени и лечение, и локальные методы воздействия на метастазы в печени, наверное, сейчас, как дополнение, дополнительные методы лечения карциноидного синдрома к лекарственному выходит, ну, на первое место. И они сейчас очень развиваются и имеют хорошие результаты. Вот, я бы хотела, Катя, чтобы вы прокомментировали, вот, люди не знают, что-то, вот, мы определяем рецепторы с амтостатина. Как мы их можем определить? Вот у нас есть диссеминированный больной, у которого там маленькая биопсия, и как мы узнаем, есть ли у него рецепторы? И вопрос второй, а если мы их не можем определить, то с чего мы начнем? Да, хороший вопрос. В общем-то, если, возможно, определение рецепторов с амтостатина, хорошо было бы их определить посредством ЭГХ. Да, если там повторная биопсия затруднена, тогда, в общем-то, мы можем подключить методы визуализации, типа, дататейта, ПЭТ с галием. Либо мы видим, что у пациента карциноидный синдром и просто начинаем лечить его карциноидный синдром. Да, то есть я хочу, чтобы слушатели, которые слушают нас, да, они понимали, что определение рецепторов с амтостатина, ну, это хорошая позиция, но при наличии карциноидного синдрома она, в принципе, не обязательно, потому что аналоги с амтостатиной иногда являются терапией спасения, да, потому что до наступления эра аналогов с амтостатина пациенты в основном с карциноидным синдромом погибали от карциноидного криза. И, в общем-то, наша задача на первичном этапе пациента не довести до карциноидного криза, а оказать ему вот помощь. И поэтому здесь, даже не зная рецепторного статуса, он может там не дойти до ПЭТ-КТ с галием, да, или с антиграфией на рендокринных опухолях, и в ПЭТ-КТ, он еще используется, например, у нас, вот, он, и мы начинаем терапию аналогами с амтостатина, а далее мы уже можем с пациентом, да, разбираться. И вот какая еще есть особенность, что неожелудочно-кишечного тракта поджелудочной железой, да, у них рецепторов с амтостатина обычно много, да, а вот неолегких иногда с этим бывает проблема, и вот тогда при отсутствии рецепторов там чаще используются интерфероны. Спасибо. Хирургическое лечение нейроэндокринных неоплазий поджелудочной железы. В общем-то, если это резектабельная опухоль Т1 или, может быть, Т2 или Т3, конечно, на первом этапе в идеале было бы соперировать такого пациента. Если это маленькая опухоль, это коморбидный пациент, опухоль не функционирует, то, возможно, тактика наблюдения watch and wait. Но все-таки хотелось бы оговориться, что по данным ретроспективных исследований резекция первичной опухоли все-таки показывает большие показатели выживаемости и контроля болезни. Если говорить о метастатической и местно распространенной болезни, оперировать нужно, если хирург может удалить более 90% проявлений болезни. При метастатической болезни все еще возможно выполнение палиативных операций в случае угрозы непроходимости, если это не рендокринная опухоль кишечника, либо с целью купирования карциноидного синдрома. Катя, у вас здесь вот немножко тут хирургическое лечение поджелудочной железы, а дальше комментарий уже и к другим, так сказать, локализациям. В общем-то, мне кажется, что можно интерпретировать хирургическое лечение нервно-окринных опухолей поджелудочной железы и для других локализаций. Ну да, при палиативной операции, при угрозе непроходимости, конечно, при поджелудочной железе редко бывает, но да, эта группа обредена гепнео, есть вот рекомендации по лечению таких опухолей. Конечно, рекомендуется приступать к хирургическому лечению, если мы можем удалить 90% проявлений болезни, то есть сделать такую циторедукцию, это касается и метастазов печени, когда мы удалим большую опухолю массу, особенно если пациент страдает синдромами. То есть 90% – это, конечно, такой примерный, мы точно не можем, мы иногда идем на операцию и видим, что процент поражения больше, но циторедукция выполняется. Есть по оперативному лечению различные данные, иногда действительно даже циторедукция выполняется с целью коррекции даже и карциноидного, только карциноидного синдрома, когда уже другие виды лечения невозможны. Тоже такая есть позиция. Что касается динамического наблюдения опухолей локальных, то эта позиция, она обсуждается, она в рекомендациях есть, но дальше вы, наверное, расскажете уже про лекарственное лечение. Конечно, бывают пациенты, у которых состояние, возраст не позволяет сделать операцию, оперативное лечение. Некоторые пациенты иногда отказываются, потому что если опухоль находится при разголовке поджелудочной железы, вы понимаете, что радикальное лечение, оно довольно травматично, и качество жизни страдает. И, в общем-то, не все пациенты могут даже пережить эту операцию. Поэтому у нас есть еще одна позиция, почему мы можем применить лекарственное лечение. Я думаю, дальше вы расскажете об этом. Поэтому позиция наблюдения, наблюдения и ждения, она крайне редко используется. Важно помнить про риск карциноидного криза у пациентов с карциноидным синдромом. Поэтому необходимо назначение аналогов самоцитатина перед операцией ввиду риска развития криза. И также упомяну о том, что все-таки рекомендовано проведение холецистоктомии в случае хирургического лечения, так как при долгой терапии аналогов самоцитатина у пациентов повышается риск развития холецистита и билиарных симптомов. В общем-то, в идеале пациенты с карциноидным синдромом должны носить с собой такую карточку на случай какой-то экстренной операции. Опции нео-одиуантной и одиуантной терапии изучаются прямо сейчас, особенно комбинации пептидной радионуклидной терапии с другими лекарственными средствами. В настоящее время нет данных об эффективности одиуантной терапии, она изучается для нео-G1 и G2, но все-таки важно учитывать факторы риска. В случае низкодифференцированных нейроэндокринных карцином рекомендовано проведение одиуантной терапии платиновыми дуплетами. Это этапозит с цисплатином или этапозит с карбоплатином. Системное лечение нейроэндокринных нейлоплазий. Извините, давайте вернемся к... Мы сейчас говорили об одиуантной терапии, да? Какую одиуантную терапию вообще рекомендуют для grade 1, grade 2? Скорее, это аналоги с амодистатином, либо химиотерапия с комбинациями темозоламиды с капицитатином. То есть бесплатиновые комбинации. Вы просто расскажете, когда мы назначаем неоодиуантную терапию? Вот в случаях, когда у нас есть grade 1, grade 2 и ваша любимая группа grade 3, например. Понятно, что карцинома, мы еще на этом заостряем внимание, здесь всегда одиуантная терапия проводится. То есть мы должны помнить о мелкоклеточном и крупноклеточном раке. Здесь всегда проводится одиуантная терапия. А вот что касается вот этих опухолей, когда проводится одиуантная терапия? Мне кажется, что это решается уже индивидуально. Конечно, если это резекция R1 или R2, если невозможна там ререзекция, то в таком случае... Именно если у вас резекция R0, мы решаем вопрос одиуантной терапии. Конечно, это все решается на консилиуме, но тут прогностический фактор. Это если у нас есть лимфоузлы, N+, болезнь. И если у нас есть еще биохимические маркеры, которые мы можем посмотреть, потому что мы не всегда правильно можем установить стадию заболевания. То есть у нас есть ряд пациентов, которые после резекции R0 имеют высокий уровень биохимических маркеров. И сохраняется у них синдром. Не все могут выполнить, например, радионуклеидные исследования. Галли и бутатейт в предупрежденном периоде. Таким пациентам тоже мы иногда назначаем одиуантную терапию. Аналогами с метастатином. Учитывая, что может быть и первичная множественность заболеваний, и отдаленные метастазы. Спасибо. Спасибо, Антон. Целью системного лечения метастатической болезни нервно-эндокринных неоплазий это контроль симптомов и контроль опухоли. Существует три группы лекарственного лечения. Это биотерапия, альфа-энтерфероны, другие лекарственные средства для секретирующих опухоли тела 300, аналоги с мацетина. Также химиотерапия локальная в виде химиомобилизации и системной терапии. И таргетные терапии. Это ингибиторы МТОР, теразинкиназные ингибиторы, ингибиторы ангиогенеза и пептидная радионуклидная рецепторная терапия. Начнем с контроля симптомов. В первую линию стандартными являются назначения аналогов с амцетатином, актриотидом или ланриотидом. Для функционирующих нео. Контроля карциноидного синдрома удается достичь практически 80% случаев. Если болезнь не течет стабильно, но ухудшаются симптомы карциноидного синдрома, возможно повышение дозировок аналогов с амцетатина или уменьшение интервала между введениями. Например, повышение актриотида с 30 до 40 мг или уменьшение интервала введения ланриотида с 4 до 3 или 2 недель. Второй линией терапии являются интерфероны. Либо они могут использоваться в качестве добавочной терапии к аналогам с амцетатина в случае плохо контролируемого рефракторного карциноидного синдрома. Но все-таки стоит помнить о том, что они более токсичны. Телатристат этил. Это новое лекарственное средство для подавления карциноидного синдрома. Зарегистрировано пока FDA только в комбинации с аналогами с амцетатином. Я хочу прокомментировать. Телатристат – это препарат, который контролирует диарею. Он не влияет на другие симптомы карциноидного синдрома. Потому что не у всех пациентов бывает диарея. Телатристат – это препарат, который добавляется к аналогам с амцетатина при плохом контроле диареи. И применяется уже совместно с аналогами с амцетатина. Что касается интерферонов, сказать, что это вторая линия. Обычно мы интерфероны используем в прилюбочных локализациях чаще, когда у нас нет именно рецепторов. И совместное применение, чтобы мы перешли с аналогов с амцетатина чисто на интерфероны при наличии рецепторов с амцетатина, это практически сейчас не используется. Поэтому используется совместное применение. Действительно, у некоторых пациентов совместное применение аналогов с амцетатина и интерферонов дает свои положительные результаты. Но интерфероны – это токсичные, они вызывают астенизацию, и не все пациенты могут длительно их применять. Я хочу, чтобы вы всегда заостряли внимание на том, что если у пациента есть карциноидный синдром, то аналоги с амцетатина, которые он применяет, он применяет пожизненно. И аналоги с амцетатина, в принципе, не отменяются. То есть проводится их коррекция доз, проводится коррекция режимов введения, мы можем увеличивать дозы путем увеличения дозы самого препарата или уменьшения интервала введения. Но отмена аналогов с амцетатина – это бы ошибка, когда пациент может как раз и умереть от карциноидного криза. И еще какие наибольшие дозы аналогов с амцетатина, вам могут спросить, определена ли наибольшая доза аналогов с амцетатина для введения пациентов с карциноидным синдромом. А она не определена. То есть некоторые пациенты получают большие дозы, и это препараты, которые хорошо переносятся и обладают минимальной токсичностью, которая вот говорилась, это токсичность по желудочно-кишечному тракту, жирный стул или появление желчных камней при длительном применении. Конечно, часть пациентов, где-то 0,5-1%, не переносят аналоги с амцетатина. Это лекарственный препарат. Тогда вот можем применять интерферон или какие-то другие виды. И, Катя, я еще хочу сказать, вы должны объяснить нам. Вот вы сказали, актриотит и ланреатит, это что? Это два аналога с амцетатина, зарегистрированных для лечения нейроэндокринных окку. Да, для контроля синдром и для контроля окку. Как они, вот эти два препарата, соответствуют? Как они совместно? Может быть, два аналога с амцетатиной? Или как они назначаются в ведении пациента? В общем-то, назначаются либо актриотит, либо ланреатит. Актриотит может быть короткого действия, либо длительного действия, актриотит ДПО. И ланреатит, это препарат длительного действия. Совместно они не назначаются. То есть это, скажем так, ланреатит и актриотит, это две линии лечения аналогами с амцетатина. То есть мы используем актриотит, например, у пациента. Его, например, наступает рефрактем, мы повышаем дозу или еще какие-то, уменьшаем интервалы, и у нас наступает рефрактемность. Что мы тогда делаем? В таком случае, наверное, возможно перейти на ланреатит. Да, мы переходим на ланреатит, и ланреатит также ведется у пациента. То есть при непереносимости одного препарата или возникновении рефрактемности мы меняем один препарат на другой. Или вообще это могут быть различными линиями терапии. То есть, да, получили какую-то резистентность к актриотиту, мы можем перейти на ланреатит. Все, спасибо, продолжаем. Спасибо. Для контроля симптомов также можно применять пептидную рецепторную радионуклидную терапию для изначального контроля карциноидного синдрома либо при прогрессировании болезни. В исследовании NETR-1 сравнивали комбинацию PRRT с аналогами с министатина против монотерапии аналогами с министатина. В качестве контроля симптомов удалось достигнуть снижение диареи в 48 случаях при применении комбинации, в 43 случаях при применении монотерапии аналогами с министатина. Однако более длительный эффект наблюдался в группе комбинации. В настоящее время возможно назначение комбинации с аналогами с министатина для контроля симптомов функционирующих неоподжелудочной железы рефракторных к аналогам с министатина. Я не стала выносить на этот слайд отдельно, но по данным исследований NETR-2 возможно назначение PRRT как отдельной линией для контроля опухоли. Да, по данным этих исследований улучшение общей выживаемости при совместном использовании, безрецидивной тоже. Вы когда говорите, для наших слушателей мы говорим, что пока PRRT в России не используется, это используется и в Америке, и в Европе, у нас, я думаю, в ближайшие годы будет PRRT, и будет эта позиция для наших пациентов, потому что уже диагностические ПЭТ-КТ с галием и Актериоскан у нас есть уже диагностические мощности, и в ближайшее время, я думаю, мы получим радионуклидную терапию. Спасибо, продолжаем. Также другими опциями уже нестандартными для контроля симптомов может быть и виролимус в случае метастатической инсулиномы или при рефрактерном карциноидном синдроме и прогрессирование болезни диазоксид в случае метастатической инсулиномы, который снижает секрецию инсулина, ингибиторы протонной помпы в случае метастатической гастреномы, в случае неконтролируемого синдрома Золингера-Эллисона. И почему-то я вынесла, что аналоги симптомов статина – это стандарт. Ну да, ну еще раз, да, это стандарт. То есть здесь это предложение еще… То есть мы говорим о карциноидном синдроме, но у нас есть редкие опухоли, да, как ВИПОМы, глюкогономы, гастреномы. Здесь тоже нужно помнить, что вот именно здесь аналоги симптомов статина – это тоже препараты первой помощи, инсулиномы. Вот у нас сейчас прошло несколько пациентов, когда, ну, ничего не помогало пациентам, кроме введения аналогов с амтостатина, и они застабилизировались. То есть это был не карциноидный синдром, это специфические синдромы. И здесь аналоги с амтостатина – действительно препараты первой линии. В общем-то, мне кажется, может быть еще… может возникать путаница по названиям ВИПОМы, глюкогономы. Это секретирующие опухоли, но все равно это не рендокринные опухоли. Контроль опухоли аналогов с амтостатина. Они обладают как антипрофелиративным действием, так и подавляют карциноидный синдром. Это было показано в двух плацебо-контролируемых исследованиях. Исследование Промет, куда включались неокишечника. И исследование Кларинет. Это исследование по антипрофелиративному действию аналогов с амтостатина. Исследование Промет при назначении актриотида медиана без прогрессирования составило 14 месяцев против 6 месяцев в группе плацебо. В исследовании Кларинет при назначении ланриотида пациентам с неоподжелудочной железы медиана выживаемости без прогрессирования не была достигнута против 18 месяцев в группе плацебо. Аналоги с амтостатиной изначально применялись как симптоматические препараты. Мы уже это все обговорили. Но у нас существует два исследования плацебо-контролированные, которые доказали антипролиферативный, то есть противоопухолевый эффект, аналогов с амтостатиной. То есть когда мы их применяем в монорежиме, они имеют не только симптоматический, но и противоопухолевый эффект. Это два исследования. Промет, в котором исследовался актриотит и Кларинет, и продленный исследованный Кларинет-Але, где исследовался ланриотит. И у вас, у аудитории возникнут вопросы, а почему там во втором исследовании Кларинет, медиана выживаемости без прогрессирования в группе плацебо составила 18 месяцев, меньше, ой, больше, чем на актриотиде в исследовании Промит. Вы должны обязательно акцентировать внимание на том, что в исследовании Промит, оно, во-первых, было действительно по нагрузке менее, так сказать, ну, хуже, чем исследование Кларинет, это было одно из первых исследований. Там участвовали только опухоли Great 1, самые высокодифференцированные опухоли. И опухоли кишечника. А вот в исследовании Кларинет участвовали не только опухоли поджелудочной железы, а участвовали опухоли, в общем-то, и толстой кишки, и тонкой кишки, поджелудочной железы, часть даже опухоли легких там были. И вот именно в этом, и здесь были больные нелеченные, большая группа нелеченных больных. Если в Промиде больные, которые уже получали химиотерапию, там еще какие-то другие виды лечения запрогрессировали, то здесь большая группа была у пациентов, которые вообще не получали никакого лечения. И вот именно в этом исследовании была показана вот эта вот группа, которая наблюдается, да, там вот были как раз пациенты, которые наблюдались, и они явно прожили без прогрессирования меньше, чем те пациенты, которые начали вовремя получать аналоги с амтостатина. И вот как раз ориентируясь на исследование Клоринет, мы всегда говорим, что если невозможно оперативное лечение по тем иным причинам, даже при локальном процессе или там местно распространенном, то для высокодифференцированных опухолей мы всегда можем назначить аналоги с амтостатина, и они будут иметь свой противоопухолевый эффект, стабилизацию, и эти пациенты живут без прогрессирования, они живут дольше, чем те пациенты, которые просто наблюдаются. И в этом исследовании была получена медиана выживаемости без прогрессирования в продленном Клоринетоле сколько? Около 38 месяцев для всей группы пациентов, то есть около 5 лет пациенты жили без прогрессирования, получая только аналоги с амтостатина. И чем оно еще отличалось от исследования ПРОМИД? Что туда вошли пациенты не только ГРЭЙТ-1, но и ГРЭЙТ-2, то есть там индекс пролиферации КИ-67 был повышенный. Туда еще вошли пациенты именно то, что вы сказали, с опухоли поджелудочной железы, что было очень важно, потому что таких пациентов, они вообще мало где исследовались, а опухоли поджелудочной железы, энерроэндокринной, даже высокодифференцированные, они текут немножко по-другому, они менее чувствительны к лекарственному лечению. Здесь была получена выживаемость без прогрессирования для группы поджелудочной железы около 29 месяцев. Тоже был очень хороший результат. Продолжаем. Назначение аналогов с амтостатином также возможно при неолегких, как по данным ЕНЭЦ, так и по данным ЭСМА. Таргетная терапия нейроэндокринных неоплазий. Катя, еще тогда, раз у вас уже закончились аналоги с амтостатином, обязательно нужно отмечать противоопухолевый эффект. Для какой группы был доказан по двум исследованиям промит и кларинет? Зарегистрированные показания противоопухолевой терапии аналогов с амтостатином как самостоятельных противоопухолевых препаратов. КИ-67 какой? КИ-67 какой? Для какой группы аналоги с амтостатином применяются как самостоятельные противоопухолевые препараты? Это препарат, например, первой линии. Для высокодеференцированных нео G1 и G2? КИ-67 до 10%. До 10%. По исследованию кларинета до 10%. То есть здесь вы можете аналоги с амтостатином, это важный такой вопрос всегда каверзный, вы назначаете, это прописано и в наших рекомендациях, и во всех рекомендациях. То есть вы здесь назначаете и можете их назначать как самостоятельные противоопухолевые препараты до 10%. Та группа от 10% до 20% здесь это уже обсуждается, да, потому что все зависит от опухолевой массы, от скорости прогрессирования на момент, когда это пациенту назначается. Но вот группа до 10% здесь это уже плацебо-контролируемое исследование доказано, что это группа, которая может самостоятельно вестись как противоопухолевые препараты, а на аналог с амтостатином. Спасибо. Таргетная терапия включает в себя и эверолимус, который показал свою эффективность для нео- и поджелудочной железы, и желудочно-кишечного тракта, и нео-легких по исследованиям Родиант 1, 2 и 3. Частота объективных ответов на таргетную терапию все-таки довольно низкая, до 10%. И по данному исследованию Коперайт 2, эверолимус не показал какой-то дополнительной эффективности при назначении в комбинации с амтостатином. Сунитенип – это единственный одобренный теразинкиназный ингибитор для нео, также, к сожалению, характеризуется довольно низкой частотой объективных ответов. Кому же все-таки подходит таргетная терапия? Важно помнить при назначении таргетной терапии, что таким пациентам вряд ли удастся достигнуть резектабельности на фоне таргетной терапии. Скорее, это пациенты без коморбидности, гипергликемия, длительная терапия стероидами, резекция поджелудочной железы. Такие пациенты не подходят для назначения эверолимуса. Если это пациент с плохо контролируемой гипертензией или сердечной коморбидностью, такие пациенты, скорее, не подходят для терапии с унитенипом. Также важно учитывать комплоентность пациента, потому что это все-таки пероральные формы препарата. Я прокомментирую этот слайд. Скажу, что для применения эверолимуса не подходят пациентам с резекцией поджелудочной железы, например, с метастатическим поражением печени. Но это не всегда так. Многие пациенты нормально, хорошо переносят эверолимус и длительно его применяют. Что касается эффективности, да, действительно, какие-то объективные эффекты наблюдаются нечасто, но зато наблюдается длительная стабилизация. И наши пациенты, да, которые получают таргетную терапию, получают некоторые пациенты более 5 лет даже, продолжают их получать совместно с аналогами с амтостатиной. Для некоторых, особенно применение эверолимуса, да, имеет, и тоже, вы уже говорили, что даже контролируется синдром карценоидный. То есть, какой-то двойной эффект уже симптоматической терапии и противоопухолевой терапии, длительная стабилизация. Если вы уже закончили слайды по старой таргетной терапии, да, то у меня тогда вопрос такой. Значит, два препарата, сунетиниб и эверолимус. Эверолимус зарегистрирован для... по каким показаниям? Эверолимус зарегистрирован, наверное, для неоподжелудочной жизни. Эверолимус зарегистрирован для всех нео, да? В том числе мы применяем и для нео-легких, и для нео-изневыемного первичного очага. Здесь нигде у нас не указывается, что... Мы не указали вначале, что около 30% пациентов вообще никогда не... Они являются дифференцированными и первичный очаг не находятся. Поэтому здесь эверолимус-универсальный таргетный препарат, который, в общем-то, применяется при всех локализациях и при опухолях из невыемного первичного очага. А что касается сунетиниба, то по данному исследованию он доказанную очень хорошую эффективность показал только при неоподжелудочной железе. И зарегистрированы показания для неоподжелудочной железы официальной. Да, мы его иногда применяем и для других локализаций, особенно тоже из невыемного первичного очага. Но исследования по сунетинибу проводятся, но зарегистрированы показания, это только на его поджелудочной железе. Здесь поджелудочная железа имеет преимущество в таргетной терапии, потому что, скажите, как ее можно использовать? То есть при прогрессировании, например, сунетинибе, мы переходим на эверолимус. То есть для этой локализации есть два таргетных препарата. То есть тут получается еще одна линия таргетной терапии. И хочу сказать, что в данном исследовании клинических, конечно, в первую линию лучше назначать сунетиниб, потому что его применение, эффективность и токсичность зависят от ЭКОК пациента, от опухолевой нагрузки. И рекомендуют сначала назначать сунетиниб, а потом эверолимус. Продолжаем. Спасибо. Рекомендации ЭСМО по системному лечению нейроэндокринных неоплазий. В общем-то, при нео-высокодифференцированных и кишечника, и поджелудочной железы в первую линию возможно назначение аналогов самостатина, как уже сказала Анна Анатольевна, до ски нео-Г2 ски 67 до 10%. Возможно назначение аналогов самостатина в качестве самостоятельной линии. В случае нео-Г2 ски более 10% или с негативными рецепторами самостатина, возможно начало с таргетной терапией эверолимусом или с подключением локальных методов лечения для контроля синдрома и для контроля опухоли. В случае, если это нео-Г2 поджелудочной железы ски более 10%, в данном случае лечение начинается с химиотерапии. Это стриптостацин в комбинации с доксурубицином или фторуроцилом и режим каптем, темозламид с капицитабином. И дальше уже идет такое подчередное назначение таргетной терапии эверолимусом и сунитинибом. Для нео-Г3 все-таки пока четко тактика не определена, но скорее они все-таки лечатся как нео-Г2, то есть это химиотерапия с капицитабином, стемозламидом или с комбинацией со стриптостацином. Нео-Г3, неэндокринные карциномы, как мы уже поняли, лечатся комбинациями с платиной, цисплатин с этапозином или карбоплатин с этапозином. Стандарт второй линии, в общем-то, тоже четко неопределенный. Возможны применения таких режимов, как фалферий, фалфокс или назначение томозламиды с капицитабином. Химиотерапия при неэндокринных неоплазиях. Важно учитывать скорость прелеферации КИ-67. При назначении комбинации стриптостацина с фторуроцилом по данным исследований частота объективных ответов довольно высокая, достигает 40%. Назначение темозоламида или монотерапия темозоламидом по данным перспективных исследований комбинации более эффективна, чем монотерапия. Хотя частота объективных ответов, в общем-то, сопоставима. Для неэндокринных карцином, повторюсь, это платиновые дуплеты с высокой частотой объективных ответов до 67%, но с низкой медианой общей выживаемости до 19 месяцев. Стриптостацин. В общем-то, препарат, который не зарегистрирован в России, но зарегистрирован в Европе. И эффективность его выше для неоподжелудочной железы, чем для неодругих локализаций. Эффективность стриптостацина в комбинации с фторурацилом или с доксурбицином выше, но такое лечение все-таки более токсичное. Комбинация темкап или каптем, темозоламид с капицитабином. Частота объективных ответов при назначении монотерапии темозоламидом или при назначении комбинации препаратов примерно одинаковая, но выше время контроля болезни и более высокие показатели выживаемости в группе комбинации. Медиана выживаемости без прогрессирования в группе комбинации составила 23 месяца против 14 в группе монотерапии. А медиана общей выживаемости в группе комбинации не была достигнута против 38 месяцев в группе монотерапии. Это такой общий слайд по частоте объективных ответов, зарегистрированных. Если у нас цель объективный ответ, то скорее нужно назначить химиотерапию или при возможности пептидную рецепторную радионуклидную терапию. По показателям выживаемости без прогрессирования болезни. Здесь уже на первое место выходят аналоги санцетатина и также пептидная радионуклидная терапия. Катя, можно я прокомментирую химиотерапию? У вас европейский экзамен, стриптозотоцин, мне кажется, он тоже в Европе не зарегистрирован. Это препарат американский, и в общем-то... Вот он во всех... Да, во всех его дают, но даже уже в рекомендациях ЕНЭЦ, и там написано, что если нет возможности использовать стриптозотоцин, схему со стриптозотоцином, то мы используем комбинацию ТЭМКАП, которая по эффективности не уступает схемам со стриптозотоцином. И сейчас она занимает такие лидирующие позиции для неогрейт-1, грейт-2, потому что есть уже даже данные, потом ее используют даже при местно распространенных формах поджелудочной железы, как неодевантную терапию, и потом проводят операции, и там большое количество Р0 и Р1 резекции. То есть как бы даже вот именно эта схема ТЭМКАП используется для нео- и адювантной химиотерапии. А так все верно, да, эффекты, конечно, лучше на химиотерапии, а вот стабилизация длительный все-таки на аналогах самотостатина, ну, ПРТ у нас нет, хотя там тоже неизвестно за счет, может, добавления все-таки аналогов самотостатина, потому что все-таки доказано, что совместное применение улучшает безрецидивную общую выживаемость ПРТ. И для некоторых пациентов при применении действительно таргетной терапии, да. В общем-то, подводя итоги, можно сказать, что нейроэндокринная неоплазия – это такая крайне гетерогенная группа. Прогноз зависит и от стадии заболевания, и от грейда, и от локализации первичной опухоли. Важно помнить по рецептору самотостатина и синдрома гиперсекреции. Аналоги самотостатина обладают как антипролиферативным действием, так и являются стандартом для контроля карциноидного синдрома. Лечебные опции мы уже разобрали выше, я не буду на них останавливаться, наверное. Но только на том, что применение аналогов самотостатина возможно и при неолегке. Еще одну позицию, которую вы знаете очень хорошо, но здесь просто не отразили, это уже отражено и в европейских рекомендациях, что высокодифференцированное нео – это длительно текущее заболевание, которое в длительные периоды времени протекает, и при прогрессировании рефрактерности к одной линии из лечения, лечение рекомендуется делать ребиопсию и определять грейд, потому что во времени эти пациенты могут переходить из одной группы в другую, то есть злокачественность повышается, и мы переходим на другие опции лечения. Это тоже нужно помнить, потому что это тоже уже внесено в рекомендациях. Ребиопсия обязательна для пациентов с определенной рефрактерностью к тому или иному предыдущему лечению, которое было согласно его грейду ему проведено. Так все замечательно. Так, у нас еще есть что-то? У нас еще чуть-чуть осталось. Совсем редкие опухоли надпочечников – это адренокортикальный рак, феохромстома и параганглиомы. В общем-то, адренокортикальный рак – это опухоли коры надпочечников, феохромстома – это опухоли мозгового слоя надпочечников, и параганглиомы – это вне надпочечниковые опухоли симпатических или парсимпатических ганглиев. Адренокартикальный рак и фиохромстома также характеризуются синдромами гиперсекреции. При адренокартикальном раке мы можем встретить у пациентов синдром Кона, это гиперальдостеронизм, который характеризуется кризовым течением, кризовой гипертензии. Синдром Кушинга, гиперкортицизм и какие-то комбинации синдрома Кушинга или синдрома Кона с мускулинизацией. При фиохромстоме обычно, с учетом того, что секретируются эпинефрины, это кризовое течение артериальной гипертензии. Адренокартикальный рак это орфанное заболевание. Женщины болеют в полтора раза чаще, чем мужчины. Существует два пика заболеваемости. Это дети до 10 лет и взрослые от 40 до 50 лет. Прогноз заболевания зависит от стадии от КИС-67 и от радикальности операции. Лечение для мест распространенных стадий и метастатического адренокартикального рака, которые чаще всего выявляются, стандартом является хирургическое лечение, дебалкинг, циторедукции. Вне зависимости от результата операции, от R-статуса частота рецидива в течение 5 лет после радикального хирургического лечения составляет от 20% для первой стадии и до 70% для пациентов уже с более распространенными стадиями. Основным лекарственным лечением АКР является схема ЭДП и метатан. Либо метатан в монотерапии, либо в комбинации с ЭДП. Метатан также может применяться в адюантном режиме в зависимости от факторов риска. Это решается всегда индивидуально согласно стадии КИС-67 и радикальности операции. Феохромцитомы и параганглиомы тоже совсем редкие опухоли, для которых важно помнить о контроле синдромов гиперсекреции. Также лечение в основном хирургической циторедукции. В случае, если это высокая опухолевая нагрузка, прогрессирование или неконтролируемые симптомы, возможно подключение локальных методов терапии. Либо МИБДЖИ, либо ДАТАТОК. И назначение химиотерапии в режиме ТМКАП, либо СИВИДИ. Это цисплатин, венпластин и декарбазин. В целом, все. Это кратко по редким, совсем редким опухолям. Ну, я хотела спросить, а вот феохромцитомы, параганглиомы используются ли там аналоги с мотостатином, потому что они отнесены к нейроэндокриновым опухолям. Какие у вас есть данные? Я думаю, что если выявляются рецепторы, то есть данные о том, что в этих опухолях есть рецепторы, и часть пациентов у нас диссиминированных получают эти препараты. А насчет радионуклидной терапии, параганглиомы, например, возможно, да, проведение... Потому что им проводится. И МИБДЖИ, да? Это вот как раз рецепторный статус определяется, да? Гарри, ДОТА может вводиться и проводится радионуклидная терапия, используя уже препараты ЗЕДРА, да? И ЛЮТЭЦИ, ДОТА-ТЭЙТ, это терагностические пары, и при лечении параганглиом, да, они используются. И в параганглиомах также выделяются там мутирующие опухоли, там есть сейчас мутация. Но это, наверное, еще отдельно... Мы уже по времени отдельно еще, так сказать, может быть, тема, которую мы как-то, может быть, отдельно еще разберем. Спасибо большое, Екатерина, все замечательно. Спасибо, Екатерина. Артур Юрьевич, может, вы что-то скажете еще для вопроса? Есть. Просто хотел сказать, что как сильно отличаются две темы, которые сейчас обсуждались. То есть, какая есть, на мой взгляд, четкая логика и необходимый большой запас знаний, чтобы понимать и лечить с нейроэндокринный рак. И как мало новых сведений для понимания и лечения сарком. Если речь идет о саркомах, то нужен опыт ставить на первое место. Если речь идет о нейроэндокринных опухолях, то однозначно нужен большой запознаний и четкой логики для правильного определения конкретного метода лечения. И я так понимаю, что речь идет о экзаменах, которые наши коллеги должны сдать. Однозначно они, я уверен, что они сдадут. Их знания достаточно на высоком уровне. Я хочу пожелать удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо за такой прекрасный вебинар. Я тоже желаю всем удачи. И я надеюсь, мы еще продолжим наше общение. И будем рассматривать, может быть, более подробно какие-то такие вот тонкости и какие-то темы. Спасибо большое. Была очень рада вас видеть. Всем до свидания. Мы, наверное, заканчиваем, да? У нас есть? Здесь есть вопрос обсудить клинические случаи, но я думаю, что это не для... Да, я думаю, это не для сегодняшнего общения. Давайте попросим, пусть эти клинические случаи пришлют нашим организаторам, и мы сможем тогда обсудить, может быть, как-то онлайн или, может быть, как-то с врачом. Хорошо? Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.